Держи, на меня, на меня, на пак. Пошло там? Доброго дня, сейчас сядет телефон буквально через три минуты. Мы находимся в аэропорту Жулян, здесь нашего боевого попритима, ветерана войны за незалежность и Грузии против России, и Украины в 15-16-м раках, подполковник Авануна Дерадзе, который у нас сейчас внутренний корпус в Донбасс, сегодня похитили... Чуть-чуть шаг ко мне сделать, чтобы машины пропустить. Сегодня похитили с правительства квартала, и представившиеся сотрудниками кардного розыска нас полиции, доставили в неизвестное направление. Сейчас патриотично налаштованные сперробитники аэропорта сообщили о том, что он находится здесь. Пограничники и охрана пока препятствуют физически выконанию нами депутатских полноважений. Мы имеем право заходить в любые примещения, независимо от форм собственности. Как выяснилось, это не сотрудники МВД, это сотрудники СБУ. Привет! Открыл ворота, аэропорта идут. А, уже дозволено и входите, и выходите. Вже через виконцы не потребно вылазить. Там никого нет, там они засунувание физической силы перешкоржали в экономии нашей деятельности, но там никого нет. Мы все помещения... Помещения там не было? Где это самое? А кто сказал, что они... Помещения, помещения в нам их нет. А официально? Помещения в нам их нет. Вы говорили, что... Помещения там нет. Вот, кто вам присоединился. Вони, естественно, там перешкоржали, но ничего страшного, мы все равно обещали, подивились. Там примещения людей нет. Может, он в каких-то специальных помещениях? Подвальных, нет. Там уже закрыли там... Валлимир. То есть, варили? Говорят, что они там, а в дом, а в доме нет. О самолетах, может, сейчас идёт. В машине не в порядке. В машине нет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 на оскаржение, даже если такие решения его посыпаки и намалювали, защитить свое право судим, даже не зваждаючи на то, что стоимость ВАНО есть ухвала Украинского суду о разоборонении его депортации. Но они думают совсем другими категориями, думают такими категориями, что человеку нужно выкинуть, а потом она не может вернуться навсегда в суд. Это уже будет проблемой этой люди. Мы считаем, что это категорично неприятно. Очевидно, что мова идет про грузин, потому что пан Порошенко сьогодні мает у него паранойя и истерика стосовно всех грузин, начиная с открытой политической травли президента Грузии пана Михаила Сакашвили, заканчивая всех других грузин, в том числе тех героев, которые воювали за независимость Украины. Мы здесь для того, чтобы прекратить порушение закона, для того, чтобы установить, если эти люди находятся на территории аэропорта Ужуляни, и если они находятся здесь, то обеспечить, в том числе, дотримание законодательства. И маленькое еще вопрос, люди цікавятся, не понимают, за чей рахунок депортуют людей из самолетов? Все это происходит за рахунок государственного бюджета, за рахунок народных грошей, незаконно, через подкрескивание, незаконно, потому что каждая особа, стосовно якої, навіть, миграционную службу принимает право на оскаржение протягом 5 дней. То есть она протягом 5 дней может обратиться к суду, если считают, что такое решение было принято незаконно. Гроши платников податков, грошей всех нас, украинцев, и это делается очень сильно. И на журналисты, и на двоих наших наших осіб, которые мы сейчас шукаем, надягали сверху мешок на голову, заштовхали в туньбі, и отправили. На фейсбуке, на моей странице, также есть видео, как записали Ивану в одном из засобов, из общественных мест, там, где кафе, где они пили чай, каву, и зашли люди, ступили, и его вышлухали в кровопоставку. Это за счет наших знаменитых шагов. Доброе, спасибо. Друзья, кто порез таки, приезжайте сюда, будем разом відстанавливать наши и ваши интересы. Потому что могут каждого так связать и депортировать в другую страну. без права на защиту. Тем не менее, Юрій сказал и слышал, что участников АТО даже посуду не могли вывезти. Он был обеспечен защитством. Но на наших военнослужащих это не расширяется. на наших военнослужащих это не расширяется. На наших военнослужащих на наших военнослужащих это не расширяется. 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 Это не расширяется. Это не расширяется. на наших военнослужащих это не расширяется. На наших военнослужащих это не расширяется. цветочки Семенщенко далі пішов, не бачив. Туда в гурт пішов. Подивимося, де народний депутат Семенщенко, тому що намагаються знайти борт, на якому хлопці сидять. Чикаємо. Ольга Могилевець. Зараз шукаємо борт, на якому знаходяться хлопці. Повторюсь, абсолютно барв з кримчином були в кафе затримані, скручені, вивезені на територію аеропорта Київ. Є достовірна інформація, що вони тут. І знаходяться на одному з бортів. Точно не можу сказати, напевно, Національної гвардії за наш з вами рахунок платників податків незаконно абсолютно будуть вивозитись за територію України. Ось так у нас ще й чинить влада теперішня. Дякую. 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 Я надію, ти не знімав, яку я знімав? Звичайно знімав. Щоб нічого не пропустити. Та відчуваю себе, як знаєш, була ця передача застекована. Ха-ха. Ха-ха. Дякую. 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 Володя, можно выскажешь пару сли? Мы сейчас находимся в аэропорту Жуляно И пытаемся понять, где находятся наши активисты, соратники Из РНС, из батальона Донбасса Те, которые заслужили, наверное, более уважительное отношение со стороны правоохранительных органов Украины Эти люди сегодня были незаконно задержанными неизвестными лицами Увезены, я так понимаю, в один из аэропортов города Киева И сейчас мы пытаемся защитить их права на нормальное юридическое сопровождение И я думаю, что нам это удастся, потому что, по нашей информации, они сейчас находятся в одном из аэропортов Киева Хочу обратить внимание, что то, что сейчас делает господин Порошенко с руками ИСУ Это противозаконное, фактически, использование государственного ресурса Государственного права, собственно, насилия И так не должно выбываться в стране, которая поддерживается законом и справедливым отношением к Саинграду Мы будем бороться, несмотря ни на что, несмотря на это противодействие Нас это не ослабляет, здесь огромное количество активистов Я думаю, что такого раппортажа Нас стоит немножко больше, явления, я смотрю, подтягиваются Так что мы будем искать наших активистов и защищать их Первым сладяком Друзья, рассчитываем информацию Друзья, рассчитываем информацию Друзья, рассчитываем информацию Коммерция И всегда рядом Друзья полиция Когда нужно на место, не ждешь А здесь оперативно автобусы не приезжают Продолжение следует... 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 ваша поддержка для того чтобы стало понятно всем каждому что не вот нельзя нельзя поступить так не следим гражданин не цена странах гражданином из гражданином украины не с гражданином грузии так поступать нельзя это противозаконно и мы граждане этому возмущены потому здесь нас сейчас уже так много и ждем всех мы только что я говорил уже находимся в аэропорте киев жуляны аэропорт жуляны прямо сейчас стоим в терминале а возле входа самолета в терминале б бизнес-терминал мы находились это медовая улица медовая 2 мы только что там находились переместились в аэропорт в терминал а тут теплее немножко и это первое второе мы здесь получили возможность какие-то новые данные получить от диспетчеров когда планируются вылеты вот насколько все это подтвердится что они сообщили будем говорить об этом дальше но по крайней мере на сегодняшний момент очень четко и понятно два человека из трех который вообще был запрещено их трогать это законом про журналистов и запрет сюда депортации про третьего мы не говорим хотя но любого гражданина нельзя схватить и вывозить но тут вообще случай беспрецедентный такой кричащий случай и людей планируют депортировать ладно когда это речь идет про рядовых граждан это это плохо это ужасно мы знаем что у нас на стране нарушаются законы но эти случаи беспрецедентны если это не контролируется президентом то это звучит если это делается за наказом президента то это супер хочет поэтому граждане смотрите решайте сами и ждем вас здесь спасибо дякую дяку магната а дяку магната а а а активист а активный а вам а у у у 0 Доброе утро, друзья. Дворников Руслан, рух визволення. В районі близько півного одинадцяту пішли поснідати з Ванонаді Радзе в кафе в ста метрах від наметочного лагеря нашого. Вірвалися люди, приблизно п'ять чоловік, які не представилися, сказали кримінальний розшук, документів ніяких не показали. Вірвалися люди, заламали мене, накинули куртку на голову, після чого хвилини через дві я піднявся, коли вони руки випустили. Воно вже не було, воно забрали. Я після цього, як породний депутат, пішов до Міністерства внутрішніх справ з вимогою невідкладного прийома або міністра внутрішніх справ, або керівників національної поліції. Всіх не виявилися на місці, або всі виявилися не готові до невідкладного прийому мене. В результаті, після сварки, Міністр внутрішніх справ Оваков поінформував, що о 13-й годині готовий зустрітися і розповісти, що сталося з воно. Так само я звернувся до народного депутата Антона Геращенко. Він повідомив, що за тими даними, які в нього є, воно затримала не київська і не донецька поліція. Це вся інформація, яка є станом на зараз. Я зараз повернуся до Міністерства внутрішніх справ. О 13-й годині, сподіваюся, міністр Оваков розкаже, що відбулося на вулиці Інститутській. Додаткова хочу сказати, що встановлен автотранспорт, на якому викрали воно, цей фольксваген-транспортер, державні номера АО 4869 ВС, зреєстрований громадянина України, ващенец Василия Васильовича, 87-го року народження, Закарпатська область. Щас пытаемся понять і установити більш конкретну личність владельців. Передаю мікрофон адвокату, будь ласка. Добрий день, шановні друзі. Хотів вас повідомити, що за те, що ви тут стоїте і висловлюєте свою громадянську позицію, у місті Маріуполь Донецької області відкрили кримінальне провадження. За фактом створення незаконного збройного формування, люди, які використовують, начебто за версією слідства, символіку Донбас, брали участь у протистоянні у Шагині. Хоча ніхто з людей, які підозрюються в цьому, не був зовсім там на цій території пропуску в Шагині. При цьому проводяться обшуки безпідставні у людей, а саме вилучаються звичайні речі, поширені в обігу. Зокрема, це одяг, потім вилучаються куртки, штани, футболки. При цьому з особливою агресією спецпідрозділи використовуються до родичів, побратимів, а саме обшуки проводяться о 5-й годині ранку, тоді як по закону необхідно, щоб вони 6-й ранку проводилися. При цьому залякуються матері, вибивають кувалдами у двері, а там забігають спецпризначенці, 15 чоловік корду, а там одна мати стоїть. І ця мати, що вона може протистояти цим 15 чоловікам спецпризначенців? В іншому місці іншого чоловіка робили обшук в Сумській області, також спецпризначенці обшукували приміщення, там була малолітня дитина. На 4 роки били ногою об діван, де лежала малолітня дитина, дитина почала плакати, істерика, отримала переляк, то звертається за медичною допомогою. В третьому місці знову проводили обшук, там була одна мати, знову є догадана до напівпритомного стану, і за наслідками вилучили тільки знову ж стани, куртки, такі речі, які поширені в обігу. І при цьому ці всі дії здійснюються на підставі ухвали слідчого суду Жертневого суду Маріуполя. Всі ці ухвали слідчого суду, вони суперечать практиці Європейського суду справ людини, оскільки в даних ухвалах суду не зазначено конкретне майно, яке треба вилучати. А написано будь-які предмети, будь-які речі. Таким чином ці рішення виписані так, що слідчий може зайти до приміщення і вилучити будь-що, хоч мебель, хоч кровать, хоч віника, і совок, і газову плитку, все може вилучити. І при цьому може інкримінувати, що це буде незаконне збройне формування, бо в нього газова плитка камуфляжного кольору. Тобто на даний час відбуваються такі протиправні дії. Обшуки проведені на даний час, нам відомо, у шести чоловік. Крім всіх людей, які проведені обшуки, жодної підозри, жодного звинувачення органами слідства не висунуто. Це означає, що всі обшуки безпідставні і нами подані всі необхідні заяви про повернення майна і оскарження дій до судового розслідування. Все, дякую.